приветствую друзья вас на моем канале сегодня немного необычный ролик даже ролик такой вопрос поговорить посидеть пообщаться скажем так жду ваши отзывы в комментариях ну естественно кому понравится пишите подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик чтобы не пропустить следующий будем уже рыбачить скоро весной ну да ладно что за море все мы рыбаки и рыбаки зимники тоже считается не только летом вот хотелось поговорить кто чем в палатке обогревается как какими горелками пользуются ну и показать рассказать чем я пользовался чем пользуюсь сейчас вот может быть кому-то будет интересно понятно дело речь будет вестись не о каких-то стационарных палатках которые вот мы приезжаем бывает с ночевкой взять даже наша новосибирск область озеро чины да там до 2 дня ставишь капитальную палатку и уже там печки и все прочее не об этом речь маленько чтобы сразу так сказать отойти от этой темы именно вот приехали утром еще темно как правило в зимнее время суток у нас и в мороз бывает чем вы обогреваетесь про свечи до свечки обычные свечки это я использую до сих пор то есть и светло уже с ними но сейчас техника хорошо шагбола вперед рыболовная индустрия так скажем есть и хорошие фонари и которые в мороз светят то есть а свечки еще и светит и дают тепло нет про свечи мы не будем говорить тем более уж про сухое горючее от него тоже уже отошел иногда так остатки использую все вы видели в роликах ну да ладно она и стреляет бывает у меня уже на палатке там и дырки есть будет суть не в этом именно речь пойдет о горелках кто что использует напишите расскажите поделитесь опытом я поделюсь с вами своим начнем с такой вот горелочки это одна из первых ней наверно лет сто в кавычках вот такая вот спиртовая горелка также туда даже можно что-то поставить разогреть зажигать я их не буду тут уже фитиль его можно достать все протянуть все понятно думаю у всех такая была вот ну да ладно послужила она верой и правдой сейчас стоит как реалитет уже просто даже что-то есть что-то может быть спирт естественно вот тепла с нее как таково я и зажигал да если на улице мороз градусов 15 еще как-то с небольшая палатка допустим как стандартные у всех грубо говоря рыбаков метр восемьдесят там на метр восемьдесят плюс-минус хватает ну плюс еще всегда ставил дополнительно три-четыре свечки да ладно проехали с этой горелкой думаю у всех она была сейчас и палатки уже другие конечно ставили есть и утепленные не так ветер выдывает вот не то что раньше кто помнит я-то точно помню да многие помнят кульки клеили и одевали и сидели две свечки и вперед тоже было хорошо вот следующий момент еще горелочки тоже хочу поделиться рассказать вы ее видели у меня в роликах это вот полная уже не уже а еще полная это одноразовые бабам это одноразовые горелки ребят заказывал не я товарищ комплект идет 6 штук на зоне по моему чуть цена за 6 штук там рублей 500 чем-то очень хорошая горелочка вот такая фирма может быть быть кому-то интересно она еще не зажигалась горит отлично прям пламя хорошая высокая скажу сколько и на сколько ее хватает тут чего у нас написано по миллилитрам тут по моему спирт 90 процента 240 грамм 240 миллилитров грубо говоря вот я в том году уже под занавес сезона зажигал ее но не мне которая была вы на роликах видели и нынче уже сколько рыбалок наверно 5 два раза ездил в мороз но и не кто не видел ролик посмотрите кстати подсказки будут выскакивать зимних рыбалок вот и у меня сейчас еще она в чемодане лежит то не законченная там вообще чуть-чуть осталось то есть ее хватает надолго вот честно скажу надолго хватает и тепла с нее как-то побольше идет ну мне надо подставочку какую-то чтобы она обычно если ставишь на лед на снег в палатке там у кого без дна палатка или так она проваливается тепло идет неплохая неплохая задумка но она одноразовая ее уже не заправишь ну по крайней мере нет возможности такой вот и еще последней горелкой который я обзавелся который мне очень понравилось во всех своих отношениях и по теплоотдаче в первую очередь в первую очередь и по экономности экономичности это такая горелочка думаю все таки вы может видели уже она приходит вот так сейчас мы по ней об ней поговорим подробно вы ее в последнем ролике видели я вам ничего про нее не рассказал это подставка понимаете здесь у нас идет она просто снимается вот такая штучка с крышечкой то есть можно сделать даже пламя регулировать больше меньше либо вообще вот так закрываешь накрываешь и все здесь у нас что она у нас на 100 миллилитров горелка она сейчас полная я заправил после последней рыбалки вот здесь у нас стоит кольцо резиновая специальная резина то есть спирт не разъедает ее и выглядит плюс-минус он так очень хорошая теплоотдача вот так ставится то есть она не задевает снега дна можно котелок поставить хорошо греет и то есть кипятить воду ту же самый чайничек небольшой вот так она загорается то есть спокойно и сейчас она у меня с мороза в чемодане было тут сразу жар идет хороший то есть можно и регулировать побольше поменьше как вам вашей душе угодно вещь отличная прям вот от этой горелки в палатке жарко последний раз были 27 градусов было прям сидишь без варежек без шапки никаких свечей не надо чтобы дополнительно еще что-то она прям горит отлично вот это хорошая вещь все пожалуйста закрыли и она погасла потом закрутили принципе да есть еще у меня и газовые горелки там но мороз тоже это надо ее зажечь затопить чтобы в палатке было тепло чтобы газ не замерзал а вот каких-то простых моментах простых рыбалках скажем дневных с утра и до вечера даже вот это вот все выручает отлично в палатке тепло жду ваших отзывов комментариев послушать интересно чем вы обогреваетесь в палатке ну и все кому ролик понравился палец вверх пишите комментарии нажимайте колокольчик чтобы не пропустить следующее видео до новых встреч друзья давай не болейте